Добрый вечер! В прямом эфире студия Репортер. Я Виталий Хемий. Как всегда в это время говорим о важных событиях в городе, стране и по доброй традиции. Раз стабильно в несколько месяцев. Мы рады приветствовать в нашей студии лидера Украинской морской партии, почетного гражданина города Одессы и Одесской области, президента Юракадемии Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Встречаемся с вами мы, как я уже говорил, в прямом эфире. Телефон прямого эфира 349258. Звоните обязательно. Встречаемся в самый разгар лета. Отдыхать мы на море и отдыхать, наслаждаться летом. Но, Сергей Васильевич, 2020 год, год полный сюрпризов, не самых приятных для города, для страны. Как можете его охарактеризовать, вот эту вот всю ситуацию в целом? Не очень приятно. Я могу охарактеризовать этот год, как и все жители нашей страны, нашего города. Действительно, серьезные проблемы и были, и, к сожалению, они остаются. Мы сегодня, если говорить о школьниках, они занимались системой онлайн, студенты, школьники, детские сады были закрыты. И вообще, я думаю, для нас это испытание, и очень серьезное испытание. Поэтому там разные мероприятия, которые были запланированы, спортивные чемпионаты Украины, области мира, Европы. У нас на спортивном комплексе запланировано было множество различных таких мероприятий, и все это ушло. Почему? Да потому что вот так случилось. И сегодня наша команда все делала для того, чтобы, как и другие, я видел и знаю, что и руководство области, и депутаты Украинской морской партии делало все для того, чтобы выйти из этой критической ситуации. Мы организовали и сделали все, что связано с борьбой. Организовали центр по борьбе с коронавирусом. Туда вошли и Международный гуманитарный университет, и юридическая академия. И наш медицинский институт, это испытание было. И вот, вы знаете, мы экстренно переоборудовали аудитории, где все занимались, сидит 200 человек. Мы зашли и в течение двух месяцев переоборудовали в палаты. Ну, вы знаете, вот мы много читали, много видели фильмов, как во время войны. Все, что нужно было сделать, экстренно мы делали. И закупили тесты, 10 тысяч тестов. Если, допустим, мы подталкивали город, чтобы они закупили 2 тысячи тестов, они вначале закупили. Мы все говорили, что это очень мало, потому что сам университет, этот наш центр закупил сначала 10 тысяч тестов, а потом закупили еще 5 тысяч тестов. И мы проводили все эти мероприятия, связанные с тем, чтобы обслуживали, помимо студентов, преподавателей. У нас студентов, все иногородних практически не было. А мы все запустили и проводили тесты бесплатно для граждан города. У нас не было ни одного случая, кому бы отказали. А это с привлечением врачей. Мы давали все, что связано с тем, чтобы врачи, они консультировали не только, проводили тестирование, лечили, помогали, все, что могли. Больше того, когда пришел наш губернатор Максим Васильевич Куций к нам в центр, мы ему рассказали, показали, он приятно был удивлен. Мы сказали, что вот большой стадион наш, целый комплекс, где подведены все коммуникации, вода и тепло, и все то, что необходимо в случае надобности, мы тогда можем развернуть полевой госпиталь. Полевой госпиталь почти на тысячу человек. Слава Богу, что нам это не понадобилось, но мы были готовы к этому. Мы закупили аппараты искусственной вентиляции легких и закупили по той цене, которая от производителей. И вот сейчас этот ажиотаж спал, а у нас все это было, все оборудование, полностью все, что необходимо, у нас готово. Ну, зато она у нас сейчас есть. Не нужно просто расслабляться. Я думаю, что нас ждет, к великому сожалению, вторая волна. Во всяком случае, так говорят. У нас карантин продлен до 31 августа, а с 31 августа, говорят, будут смотреть, что дальше будет. Нужно быть готовыми просто к этому, подойти во всеоружение. Да, да, но вот эпидемия где-то меньше было зараженных, а сегодня, я смотрю, за последнюю неделю даже уже опять этот процесс пошел, к великому сожалению. Но нужно быть очень осторожным, нужно соблюдать все миры. Социальные тоже дистанции, предосторожности. Все, что необходимо, и то, что говорят нам и рекомендуют врачи, это нужно выполнять, потому что без этого мы обречены, без этого это серьезная проблема. Помимо всего этого, вы знаете, что еще и помимо пандемии, еще и экологическая проблема возникла. Только ленивый сегодня не говорит о Делфи, только ленивый сегодня не комментирует. Кто-то на этом ходит и пиарится, кто-то на этом рассказывает. Но вот мы вынуждены были пойти на то, чтобы оказать реальную помощь. И мы знаем, и в феврале заявляли Украинская морская партия, я лично заявлял, что его нужно, это судно, поднимать. Если не поднимать, то обязательно нужно его разрезать на несколько частей и удалять, потому что чем дольше мы тянем, тем больше проблем. Больше того, я вам хочу сказать, накануне, вот еще в середине июля, я знал, что они до 20-го числа не поднимут это судно. Потому что это невозможно сделать. Это невозможно. Почему? Потому что оно уже давно, почти год находится, с ноября месяца оно заилилось. И оно, вес его очень огромный, большой, 680 тонн. И больше всего, ну, пострадали одесситы. Это центральный пляж, это проблема экологическая. И чем дольше мы тянем, чем больше возникает проблем. Вот на сегодняшний день известные экологи опубликовали пятно, нефтяное пятно, 7 километров. Вы представляете, под центральные пляжи все загажены. В феврале месяце нужно было это делать. Я и в середине этого месяца говорил, что не поднимут до 20-го. И встречался и с начальником порта, и руководителем администрации портов Украины, и с представителем судовладельца. Те, кто сегодня имеют возможность, то есть судовладелец делегировал право... Компании, которая будет эвакуировать, поднимать. Компании, которая должна эвакуировать. И мы с ними, и мы им оказываем помощь. Но не просто помощь юридическую, мы физическую помощь. У нас сняли наших курсантов, профессионально-технического училища морского. Сняли с практики, с некоторых заводов и перевели все именно туда, для того, чтобы они ежедневно 20-30 человек находились на дежурстве, оказывали помощь. Помогали подкачивать и переносить насосы. И мы емкость для обеззараживания нефтепродуктов запустили там, наверху. Это здание принадлежит Национальному университету и юридической академии. Мы его в этом году планировали сделать ремонт. Все остановили, представили все здание, полностью отдали судовладельцу и всем, кто заинтересован, для того, чтобы они могли работать. Потому что это огромный участок работы. Я и тогда говорил, и сегодня говорю, его поднять практически невозможно. А если поднимать, ну, я вам хочу сказать, что это дорогостоящее удовольствие. Мы же не будем заказывать военные вертолеты. Во-первых, у нас их нет. Во-вторых, поднимать и привозить сюда специалистов, специальные устройства, краны. Это, знаете, это... Даже кино будет какое-то сюда. Это дорого будет стоить. На это никто не пойдет. В Украине и у нас нет таких денег, и зачем их тратить? Я имею опыт. Вот мы на 8-й станции Большого Фонтана. У нас было затоплено адмиральское судно. И оно пролежало там где-то лет, наверное, 10. И мы для того, чтобы обеспечить, для того, чтобы поднять его, потому что оно создавало проблему пляжа. Я просто элементарно нашел тех людей, которые заинтересованы. Говорю, вот поднимите это судно, мы отдадим вам на металлолом все. И вы знаете, мы буквально за 5 дней подняли. Они привезли статысячный кран с южного, как сейчас помню. Мы начали его поднимать и не смогли его поднять целиком. А он, ну, вес его там 25 тонн. А это 680 тонн Делфи. Мы его, когда начали поднимать, он разрезал этот трос, как ножом. Полностью это судно. Мы тогда система таких специальных ремней подвязали, подняли, отдали это. Все, они забрали его на металлолом. И сегодня, слава богу, там ничего нет. Поэтому, если нет денег у судовладельца, а он будет платить огромные штрафные санкции, я не думаю, что он просто уйдет за вред, который он своими действиями или бездействиями причинил этот состав преступления, ну, или пусть он оплачивает полностью, или пусть отдает по такому способу, как мы сделали. Отдает, пусть те фирмы, которые есть, режут его на несколько частей, грузят, продают его, сдают на металлолом, получают какую-то прибыль, делят его вместе с судовладельцами или с теми, кто поднимал это, затраты какие были, и все, можно это сделать. Нужно просто решить этот вопрос. Дело в том, что никто не хочет на себя брать ответственность. Но это же город. Давайте сделаем. Дайте мне, я уже так говорил, дайте мне полномочия, скажите, чтобы я занимался этим. Я в течение 10 дней, в течение недели уберу это судно. Мы показываем свою полную беспомощность, потому что лежит с февраля месяца. Пока президент уже не сказал, глава государства занимается таким вопросом. Мелкая работа, честно. Ну, посмотрите, вокруг этого сколько говорят. И то, посмотрите, они ему говорят, они его обманывают, Все, 20 июля не будет, а уже сегодня. Он еще и в августе они его не уберут, и в сентябре его они не уберут. Я говорю, вернемся к тому, что я говорил еще в феврале месяца. Вернемся к тому, что я повторял это две недели назад. Нужна просто решительность и нужен руководитель, который возьмет на себя ответственность, как его сделать. Так мы страдаем от этого. Курсанты страдают, национальный университет страдает от этого, потому что это наша территория, наше здание. В как раз напротив нашего здания это все произошло. И мы сегодня заинтересованы. Я уже встречался и с начальником порта, и встречался с руководителем администрации портов. Говорю, послушайте, ну у нас есть специалисты в Украинской морской партии, которые имеют знания хорошие. И они нам будут помогать. Я сам занимался этой проблемой. Мне сказали, что дело в том, что сегодня его невозможно за те деньги, которые выделяются, а выделяется 25 миллионов, его невозможно гривен. Невозможно поднять, его возможно только порезать. Я считаю, что мы вернемся. Если бы мы это в феврале сделали, то мы сегодня бы забыли эту проблему. И лето бы не создало нам такие проблемы, которые сегодня. Три-четыре километра в одну сторону, три-четыре километра в другую купаться нельзя. Просто там купаются дети. Как их остановить? Ну мы, курсанты, ходят туда и предупреждают, и просят, чтобы они не купались. Мы помогаем тем, чем можем сегодня. Мы не собираемся нырять под судно, смотреть, пусть это делают специалисты. Мы хотим, чтобы это судно убрали. Мы, как одесситы, хотим, чтобы это немедленно сделали и не затягивали. Не можете вы, не способны это делать. Поручите нам, Украинской морской партии, я вам уже сказал, что я это сделаю в течение недели. Режиссер подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Спасибо за терпение. Подсчастительно было очень интересное сообщение, полезная информация Сергея Васильевича. Если вы еще в эфире, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Добрый. Я рад, что я до вас дозвонился. Скажите, можно ли к вам обратиться за помощью к известному православному меценату и благодетелю на помощь для онкологически больного, инвалида второй группы, который остался без средств существования и без медицинской помощи. Человек 40 лет проработал строителем, в том числе на руководящих должностях. Он построил почти весь поселок Котовского. И вот врачи онкодиспансера отказали ему медицинской помощи и фактически отправили домой умирать. Клиника на Тенистой, клиника мединститута, где он лечился, закрылась на карантин. Единственное медучреждение, которое согласилось оказать помощь, это оказан клинием медицинский дом Одрекс, коммерческая клиника, очень дорогая. Каждая госпитализация 5 тысяч гривен. Ясно. Ну, смотрите. Спасибо за информацию. Вы оставьте, пожалуйста, свой контакт у нашей группы. Украинской морской партии есть те, кто отвечает за медицинское направление. Это доктор медицинских наук, профессор Полясный. Он проректор по медицине Международного гуманитарного университета. Он возглавляет университетскую нашу клинику Международного гуманитарного университета. И все то, что необходимо, мы это сделаем. Уже сотни людей, которым мы оказали сейчас реальную медицинскую помощь, мы это можем сделать и сейчас. И профессор Полясный будет знать. Оставьте свои телефоны, координаты. Мы с вами свяжемся. Те люди, которые на протяжении сорока лет отработали, создавали благо, платили налоги, трудились и сегодня остались без помощи, это беда. В целом беда. У нас все просыпаются перед выборами. Но я вам хочу сказать, что медицинский наш университет, он оказывает реальную помощь. Вот мы, все то, что касалось вопросов, но я уже не хочу повторяться, это связано с вопросами. Те, то же, пандемией, коронавирусом. Да, но плюс ко всему, мы разрабатываем сегодня систему оказания помощи медицинской, как телемост. Развивается сегодня у нас, и мы все через телемосты делаем не только в городе, но и в области. Я думаю, что за этим перспективой будущее. Но мы, это касается гражданина нашего, неважно в каком он районе, живет в Суворовском, давайте связывайтесь, мы будем реально оказывать помощь. У нас множество было разных социальных проектов. Это социальные проекты, связанные и с оказанием помощи медицинской по стоматологии, по лечебным делам, бесплатные компьютерные курсы для людей пожилого возраста. Вот сейчас они как раз и нужны, и пригодились, но мы возобновляем после того, как будет такое разрешение, потому что на сегодняшний день мы не имеем права даже собирать студентов, и не только собирать, и преподавать студентам, и школьникам, и в колледже. Мы набор сделали, и неплохое, а вот то, что касается в дальнейшем, ждем решения правительства. Кстати, по вопросу образования, очень важное событие, чуть более состоится, чем через месяц. Я так понимаю, на День знаний Одессу ждет очень важный такой образовательный подарок. Ждала Одесса долго, и вот, наконец, событие произойдет. Произойдет ли, Сергей Васильевич? Произойдет. Я знаю, о чем вы говорите. Вы имеете в виду школа будущего, международная академическая школа Одессы. Мы ее называем Маша. И, знаете, 6 лет мы ее строили. Мы могли ее построить еще 2 года назад, если бы это не касалось всего комплекса. Это не сколько школа, сколько целый комплекс. Вот мы ее с любовью построили, эту школу. Если мы говорим, что это школа будущая, значит, все передовые технологии должны быть применены. Во-первых, при строительстве мы применяли самые современные технологии. Вот, допустим, альтернативные источники, которые касаются, допустим, отопления, теплой воды. Мы поставили 105 коллекторов на крыше. И они сегодня вырабатывают тепло, которое, ну, будет обеспечена вся школа. Мы поставили дополнительный, помимо альтернативного этого источника, еще и тепловые насосы. Тепловые насосы, огромные тепловые насосы, которые дают 23% тепла от всего. То есть, мы в этом году опробировали свою котельню. Котельня, которая имеет 12 модулей, то есть, 12 котлов. И мы запустили только один. Вот источники альтернативные, они блестяще работали. Еще тогда не была налажена система коллекторов, а сегодня она есть. Это очень выгодное, и мы показываем, что это можно применять у нас в Одессе. И я думаю, что это можно применить в целом по городу. Вот посмотрим, опробируем, когда заработает школа. Посмотрите, в бассейне, у нас два бассейна, мы построили в школе два бассейна. Один взрослый на шесть дорожек, один детский для первых, третьих классов, потому что их нельзя допускать к большому бассейну, потому что это связано с техникой безопасности. А как? Если школа, то школа для всех и для первого класса. И мы в самый последний момент, в прошлом году, переделывали проект и сделали второй бассейн. Я считаю, что это вообще самый лучший проект, который есть. Больше того, оказалось так, что под школой находится озеро, буквально 20 метров. Огромное озеро, запасы воды огромные. Ну, чисто, видимо, мы поставили там храм, с храма начинали строить же, и оказалось, что там вода. Так, источник воды, вода очень качественная. Она будет, помимо того, то, что в школе для питья можно будет использовать, не нужно будет покупать воду. А и самое главное, что эта вода будет использована полностью, достаточно будет для бассейна. Вот это сделано. Потом мы сделали два спортивных комплекса прямо в школе. Вчера я был именно в школе и заходил спортивный зал готов. Мы только хотим, чтобы художник еще нарисовал на стенах, что какие-то панно, чтобы это красиво было. Полностью трибуны есть. Некоторые виды олимпийских игр мы можем принимать именно в своем школьном спортивном зале. Я хочу подчеркнуть, что, помимо всего, мы сделали киноконцертный зал там. Хотели актовый зал, но, знаете, думаем, уже если делать, то делать хорошо. Киноконцертный зал, где полностью этот зал оборудован будет самой современной техникой. Это интерактивными мониторами везде будут. Экран огромный. 9 на 6. Георгий Делиев рассказывал об этом. А Георгий Делиев как раз курирует это направление факультета искусства, потому что мы открыли и сегодня готовим артистов. И будет помимо школьников, а школьники будут там проводить разные мероприятия, это и кружки, хореография. Все, что связано с творчеством, будем использовать именно в этом концертном зале. Больше того, мы думали о питании. мы одновременно там могут питаться в одну смену сразу 500-550 человек. То есть это огромное кафе школьное, которым оборудовано самые современные технологии. Все оборудование, которое нам завезли с Италии, и сегодня мы устанавливаем его. Ну и дизайн там очень красивый. Больше того, мы вот видели самое лучшее, что есть за рубежом. я был в нескольких зарубежных школах, но я вам хочу сказать, у нас значительно лучше и интереснее. Вот мы поставили в каждом классе, будут интерактивными мониторами оборудованы. Класс, допустим, физики. Физики, они будут так специальная программа. Мы эту программу уже купили и будем ее использовать. И все современные достижения в области физики, начало учебного процесса, те, кто заниматься будет отдельный класс, он будет оборудован и не только вот то, что я сказал интерактивным монитором. Эти мониторы, 86-я панель, это одна из самых больших. Я посмотрел кабинет биологии, то, что программу мы запустили через интерактивный монитор, включаешь там для школьника, понятно, ясно, красиво. и мы тем самым будем прививать любовь к химии, к физике, к математике. У нас обязательная дисциплина, мы ввели обязательную дисциплину, знаете, какую, шахматы. Вот шахматы с первого класса два раза в неделю будем, чтобы это обязательная дисциплина. Мы ввели обязательную дисциплину в бассейн. Я считаю, что вот изменения, все, что касается, допустим, творчества, они будут заниматься факультативы. Все, что касается там же храм, мы же построили храм, как крылья классы, и те, кто захочет после, как факультатив, изучать закон Божий, изучать историю христианства, все это, как факультатив, будут этим заниматься. Вы знаете, я вот, сегодня мы уже набор сделали, и родители разные, разные вероисповедания, там и иудеи есть, и мусульмане есть, и они записались в школу. Ну, наверное, в храм они не будут ходить, но в целом мы показываем, что это для всех. Больше того, я вам хочу сказать, что школа эта, которую мы сделали, сегодня зашел, у нас почти 250 человек рабочих, в течение вот этих четырех месяцев мы делаем отделку, доделываем все то, что необходимо. Ну, я считаю, что это очень важно, чтобы эта школа заработала, больше того, половина этой школы, если говорить так, как у нас по плану 8-9 секция, это примерно 11 тысяч квадратных метров, это бассейн, стадион, киноконцертный зал и кафе. И этим будут пользоваться даже те дети, которые не учатся в школе. Я думаю, что это справедливо и правильно будет, потому что школа рассчитана на 1200 мест. Общий метраж школы 22 тысячи квадратных метров на сегодняшний день. Плюс еще спортивная площадка рядом со школой, которую мы, как и в университете, накрывать будем, крышу сделаем, и она будет натянут тент, и будем все мероприятия в весенний, осенний период, летний период проводить именно на улице. Если необходимо, то и в актовом зале. То есть я хочу, чтобы эта школа использовалась всеми в городе. Я очень хочу, чтобы в эту школу попадали и приходили люди, которые хорошо учатся, которые... Хотят больше постигать, знать новое. Которые будут видеть будущее и перспективу. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы использовали эту школу справедливо, потому что, допустим, дети, она платная. Ну, понятно, что она платная, потому что государство не платит. Государство не помогало ничем. Местные советы из бюджета ничем не помогали. Но чтобы построить школу, я думаю, что легче брать в аренду. То есть какая аренда? То есть город или область. Это для города школа в первую очередь. И мы стали обсуждать вопрос, что платят коммунальные услуги. И за счет коммунальных услуг те дети, которые многодетных семей, дети, которые являются инвалидами. Мы все сделали для того, чтобы там и инвалиды учились. Они учились бесплатно. Но ее содержать нужно школу. Мы вроде бы планировали создать договор через сессию. Но сейчас все депутаты заняты другим. Сейчас все идут на выборы. Сейчас все идут и пиарятся и неизвестно чем занимаются. Вот хотели сделать договор. Но думаю договор будет уже с новыми депутатами городского совета. И мы тогда это можно спокойно будет сделать. И по большому счету 50% школьников они должны учиться бесплатно. Я так планирую. Это социальный проект. Школа никогда не окупится. За 20 лет она не окупится. Это социальный проект который мы строили при поддержке Украинской морской партии на протяжении 6 лет. И за дня в день. И все технологии современные все было использовано там. Я думаю что лучше один раз поехать посмотреть чем мы будем рассказывать. Вот у нас экскурсия родителей которые поступили в школу первоклассников они пришли и сказали были приятно удивлены. Сколько человек кстати первый набор? Мы планируем 1200 школы но первый набор будет у нас ну наверное 150 человек примерно а может и меньше нам не нужно чтобы заполнить чтобы это были все приехали туда и лишь бы кого набрать и лишь бы собрать деньги этого нельзя делать. Самое главное качество в каждом классе будет 15-17 человек в каждом классе это индивидуальный подход в каждом классе камеры есть в коридорах камеры все что связано с безопасностью все предусмотрено мы вспоминаем мне говорят так это не выгодно там 100 человек набирать не выгодно и нам спешить куда мы сделали эту школу и для того чтобы ее ну вот она имела славу нужно качество подготовки хорошее и я помню у нас есть уже опыт создания учебных заведений мы создали национальный университет юридической академии с нуля ну и самое главное я вспоминаю 17 лет назад мы создавали международный гуманитарный университет не государственное высшее учебное заведение и мне говорили зачем вы создаете еще один университет когда есть множество государственных и первый набор знаете какой был первый набор 7 человек был в университет надо мной так подсмеивались говорят ну что ты создал вот 7 человек а сегодня университет почти 6 тысяч студентов почти 500 человек работающих это и есть реальный вклад в создание рабочих мест один университет создали второй университет создали мы создали два колледжа три колледжа в том числе и медицинский и все это рабочие места мы с вами заговорили о школе возвращаемся в школе сегодня мы по тем подсчетам которые у нас есть мы получили лицензию я хочу выразить слова благодарности губернатору нашей области Максиму Васильевичу Куцому за отношения потому что мы не ждали месяцами и была дана команда вернее ну к начальнику управления что просмотрели оперативно выдали лицензию и мы сегодня имеем юридическое основание набирать туда школьников и мы это сделали и есть реальная помощь больше того мы даже говорили что на перспективу построить кампус построить еще одно общежитие для детей и тогда можем из области ну брать детей и они бы занимались и учились и жили бы там это ну типа интерната но это как в Одессе говорят на потом сначала мы сейчас запускаем школу начинает она работать но и вот то что я говорил половина а это 11 тысяч квадратных метров это спортивный зал бассейн и так далее отдельный даже въезд есть то есть можно будет подъезжать чтобы не мешать ученикам ученики естественно школьники и преподаватели они в школе они через там переходы есть на каждом этаже есть переход то есть они как учебный процесс на улицу не нужно выходить начинается физкультура допустим плавание они переоделись и сразу зашли и это очень важно чтобы они на улицу особенно в зимний период не выходили важно чтобы мы использовали все то что мы построили на благо нашего города города героя Одессы ну чтобы по достоинству потомки разумеется оценили я буквально несколько секунд вот вы заговорили про МГУ я вспомнил недавно узнал что мои знакомые опытные ательеры и рестораторы пошли в МГУ учиться получить хорошее высшее образование ну это к слову мы говорим что сегодня это факультет а что факультет вот творчеством Георгий Делиев возглавлял деятели искусства культуры пришли ко мне давайте говорит откроем у нас факультет искусства факультет дизайна я говорю так давайте начали набор сделать тоже был небольшой набор там 15 человек это не набор экономический нет а социально очень важно и мы набор сделали сейчас уже значительно больше другие факультеты медицинские зарабатывают мы как университет содержим всех преподавателей которые сегодня читают им же зарплату нужно платить университет классический у нас у нас все есть и медицина и компьютеры и дизайн и искусство и творчество это тот университет который имеет большую перспективу будущее еще раз повторяю 17 лет назад это набор был 7 человек и мы были уверены что университет заработает он сегодня слава богу является одним из лучших то же самое и школа такая же ситуация но если там 7 человек то здесь 150 человек будет в школе я не гонюсь за этим и не нужно думать чтобы какая-то была прибыль от школы это только социальный проект город должен в первую очередь заинтересован быть чтобы школа работала и город бы по большому счету нужно было садиться и обсуждать и говорить вот это необходимо а мне иногда тут рассказывают а как так чтобы построить школу без такой отделки просто среднюю школу мы посчитали примерно знаете сколько 500 миллионов нужно чтобы построить школу садики нужно строить школу нужно строить ну городу выгодно платить там какие-то небольшие деньги платить коммунальные услуги ну бесплатно детей учить посмотрите близлежащей школы 40-45 человек учатся в школе как можно дойти до каждого как можно хорошо подготовить школьника если такое количество детей в классе разгрузить это нужно нужно привлекать всех людей которые имеют возможность строить социальные объекты это самое главное я считаю что школа бы не была построена если бы не политическая поддержка нашей украинской морской партии и все кто входит в нее оказывали реальную помощь наша политическая сила и политическая поддержка и экономическая поддержка и моральная если хотите поддержка я знаю что нужна была школа мы же работаем на перспективу Виталик мы же не стали сдавать школу в прошлом году под выборы в Верховную Раду под выборы в Верховную Раду в прошлом году были же выборы и мы не стали ее сдавать потому что самое главное нужно было сдать ее качественно а теперь мы делаем все то что касается содержания то есть вот все современные технологии которые будут использованы в учебном процессе будут в нашей школе будущего диалог поглощает поэтому я перед нашим телезрителем приношу извинения который ждет еще еще на линии добрый вечер вы в эфире задавайте вопрос Сергею Кивалову добрый вечер здравствуйте добрый пенсионерка будьте добры как можно вступить в украинскую морскую партию стать ее членом я всегда переживаю об этом и никак не могу дозвониться вот человек ждал на линии и вот Сергей Васильевич да да спасибо за вопрос я пожалуйста мы с большим удовольствием у нас двери украинской морской партии открыты особенно за тех людей которые длительное время проработали на производстве знают и трудились и работали и для молодежи оставьте свои координаты мы с вами свяжемся и в ближайшие дни может даже неделю в ближайшую неделю мы ну пригласим вас пригласим вас и для нас это будет событие если вы напишите заявление и вступите и будете поддерживать нашу идею связанная с той программой которая записана у нас да чуть позже мы переходим плавно к делам партийным осень не только открытие школы осень это выборы местные органы власти буквально сегодня изучал прессу и вот издание интерфакс Украина опубликовала исследование которое провел центр социологический имени Драгоманова исследования проводились не только в нашем городе это крупные города города миллионники сейчас наши телезрители увидят обязательно информацию по нашему городу в том числе выборы в горсовет выборы депутатов выборы мэра там что я могу сказать я основная ситуация по выборам в горсовет борьба развернется за лидерство между оппозиционной платформой зажития партии слуга народа партии власти также уверенно в горсовет попадает партия действующая в городской головы и украинская морская партия Сергея Кивалова по социологическим исследованиям имеет уверенный процент среди кандидатов мэры действующий городской голова лидирует Сергей Васильевич уверенное второе место на данный момент у вас буквально два дня назад уже Одесский социологический центр УЛАД также проводил исследования цифры немного отличаются но вот в горсовет также проходят 4-5 партий оппозиционеры партия власти партия мэра украинская морская партия Сергея Кивалова плюс-минус похожая ситуация с кандидатами в мэры как оцениваете социологию на данном этапе Сергея Васильевича? Ну, наверное, некорректно было бы, чтобы я сегодня начал говорить о том, что вот мы самые лучшие самые перспективные цифры есть? А если говорить на будущее я хотел бы, чтобы одесситы знали я очень бы хотел чтобы абсолютное большинство депутатов горсовета было от украинской морской партии тогда мы сможем все сделать тогда когда мы возьмем на себя всю ответственность за социальные программы за выплаты пособий за культурную программу за строительство оно же нельзя думать, что люди не понимают вот я иногда от политиков слышу сегодня что знаете мы запретим запрет сегодня на строительство нового жилья в центре города а где же эти годы были почему почему до этого строили а сегодня перед выборами говорят стоп нет люди все знают мы думаю что должны взять на себя ответственность я просил бы всех прежде чем я думаю что это тема отдельного разговора прежде чем придете на избирательные участки уже нужно подумать за ту команду которая в состоянии будет поднять город который в состоянии будет озеленить его который в состоянии будет помыть этот город извините меня и не только помыть но и построить и реконструкции сделать и не забывать самое главное о тех людях которые сегодня не могут выжить но вот это наверное самое главное у нас в программе нашей партии так и зафиксировано большинство нашего бюджета города у нас бюджет огромный это ну больше трех миллиардов можно горы свернуть с таким бюджетом вот все то что связано с этим бюджет должен быть повернут в сторону социальных проектов в сторону людей потому что все то что касается нового жилья строительства это хорошо это наверное нужно делать но для кого если люди не могут сегодня выжить если люди сегодня получают минимальную пенсию если он получает пенсию он не может заплатить за квартиру он не сможет пойти в магазин купить самые элементарные продукты а если не дай бог заболел то вообще обречен поэтому все что связано именно с этим мы планируем запустить карту одессита мне скажут это было было но никто не выполняет это было там 20 лет назад вот я вам хочу сказать в Киеве есть карта киевлянина карта харьковчанина есть те люди преподаватели школ которые получают сегодня 4-5 тысяч как учитель в школе то он не может прожить на эти деньги работающий учитель так местная власть доплачивает где 50 а где и 100 процентов доплачивает мы отдельно Виталий с вами будем говорить мы на себя берем ответственность как политическая сила мы все сделаем для того чтобы убедить одесситов чтобы в очередной раз не обманули чтобы в очередной раз не сказали проголосуйте и потом уехали и забыли и забыли даже как выглядит тот или иной депутат и я считаю что это неправильно я считаю что одесситы должны достойно иметь ту политическую силу которая живет здесь которая эта политическая сила центральный аппарат зарегистрирована и те которые берут на себя ответственность вот за все происходящее в городе вы знаете от городского совета очень многое зависит я думаю что мы в состоянии выполнить то что мы будем вам говорить а мы говорим что мы возьмем на себя всю ответственность в это сложнейшее время живешь в мире готовься к войне сегодня все хуже и хуже в связи с тем с коронавирусом упала экономика мы не получаем какие-то средства люди же потеряли бизнес некоторые семьи вообще остаются без средств существования нужно об этом думать в первую очередь о людях подумать это не громкие слова я реально хочу внести свои предложения вместе с членами украинской морской партии для того чтобы оказать реальную помощь людям людям потому что они не выживут очень тяжелое время наступает поэтому выборы мы должны всех своих сторонников привлечь для того чтобы они вступали в украинскую морскую партию поддерживали программу нашей партии и делали все для того чтобы все проголосовали за нашу политическую силу все невозможно но мы хотим большинство в партии мы хотим большинство самая большая должна быть украинская морская партия и в городском совете у нас должно быть абсолютное большинство и тогда мы с вами ну тогда будет совсем другой разговор и другое отношение будет в целом городе у нас команда очень сильная мы можем полностью зайти всей командой изменить всю систему систему ЖКХ систему образования систему систему транспорта конечно систему развития спорта в нашем городе систему связанное с тем чтобы мы имели возможность создавать рабочие места нужно привлекать инвестиции одно дело брать кредиты их нужно потом отдавать а другое дело нужно самим зарабатывать нужно привлечь Одессу любят многие они идут под имя они идут под какой-то совет и если нам привлечь инвестицию а мы можем это сделать мы умеем это сделать мы вот конкретные примеры которые мы с вами сегодня обсуждали я бы один никогда не сделал есть украинская морская партия которая всегда меня поддерживала в этом звонок телефонный звонок добрый вечер вы в эфире пожалуйста говорите здравствуйте добрый добрый вечер вы меня слышите конечно говорите я звоню Кивалову напрямую вы попали я сейчас увидел табличку так сказать кандидата в мэри нашего города как сделать так а вас учить не надо чтобы вы на экранах были чаще и чтобы на первой линии был не Труханов а Кивалов вот моя единственная просьба будем сейчас к пожеланиям Сергею спасибо но спасибо вам ну наверное надо правда чаще появляться на телевидении я просто знаешь знаете ну вот как-то чтобы не надоедать это скажет вот смотришь одни и те же выступают и выступают для меня самое главное не делать перебор дела все наши вот 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 они есть мы можем показать что мы сделали я могу отчитаться за каждый год своей работы за каждый месяц своей работы действующих депутатов проблема кстати с этим я хотел уточняющий вопрос задать вам вот может быть совсем удобный встречаю разных людей вот они говорят тут Кивалова знаем много лет работал продолжает работать в Приморском районе и боимся что и партия сосредоточится сугубо на Приморском районе украинская морская партия это ведь партия всего города Сергея Васильевич есть Суворовский район есть Киевский район украинская морская партия это всеукраинская партия которая зарегистрирована в городе Одессе и для меня на сегодняшний день одинаково что жители Приморского района жители Киевского района Суворовского и Малиновского и все что мы сегодня делать будем и делаем в отношении социальных проектов пойдет на весь город я подчеркиваю на весь город я хочу изменить систему управления нашего города через городской совет я подчеркиваю и нам это удастся сделать я просто просил бы одесситов чтобы они поддержали нас именно в этом я очень хочу чтобы лучшие представители нашего города поддержали украинскую морскую партию я хочу чтобы люди которые протрудились 40-50 лет на производстве зашли и стали членами украинской морской партии я очень хочу чтобы и молодежь была вместе с нами вы знаете я думаю что сегодня у нас есть определенный успех я вам хочу сказать что у нас направление такое за культурную программу нашей партии отвечает Георгий Делиев за спорт там Валентин Федоров там за образование Сергей Кивалов там и некоторые другие Светлана Саулинка за вопросы связанные с ремонтом реконструкции проректор у нас есть Подгородинский Вадим Николаевич ну и многие многие дры мы четко распределили каждый если в команде каждый должен отвечать за это за то или иное направление ну посмотрите если мы могли создать в нашем городе два университета я еще раз повторяю мы создали три колледжа вот оно как-то так еще незаметно больше того мы ну построили школу да понятно создали храм вот мне говорят зачем тебе храм не мне это Одессита вот храм Святой Мученицы Татьяны сегодня в этот храм ну все прихожане которые рядом живут все и не только те которые рядом живут храм любой день если вы зайдете всегда там есть люди это наверное самая большая похвала мы создали несколько бюветов вот смотрите три бювета которые создали у нас программа есть что мы в каждом районе хотим по десятку сделать проблема хорошей воды это номер один хорошая вода в магазинах вода это нельзя ее пить некоторые бутылки которые мы сдавали на анализы идите в бюветы которые мы построили ну и не только мы вообще программа воды это отдельная тема я считаю что это самое важное но у нас это есть мы знаем как это создавать и как делать поэтому я очень надеюсь те вот кто звонил сегодня они нам ну реально будут помогать в этом потому что один человек или два или десяток не сделает а когда миллионный город скажет мы идем вместе с Киваловым мы сделаем и мы члены украинской морской партии вот это наверное будет важно вот это будет настоящая поддержка я готов всех вас принять обнять принять в партию сделать все для того чтобы мы смогли сделать все чтобы прекратили строительство жилых домов в парках в скверах чтобы мы делали все для того чтобы было в нашем городе хорошо уже не успеваю задать вопрос который очень хотел бы задать мы говорили о спорте около спортивную тематику затрагивали наверняка вы Сергей Васильевич следите за черноморцем одесским за его мучениями я хотел бы чтобы один из следующих эфиров мы обязательно посвятили вот этой теме болезненной теме состояния бренда одесского спорта одесского футбола не самого лучшего состояния так что Сергей Васильевич готовьтесь будем готовиться это важное направление мы построили два десятка спортивных стадионов мы построили спортивные площадки но вот то что касается черноморца по всей вероятности нужно будет брать ответственность на себя за наш черноморец нужна политическая поддержка нужна экономическая поддержка и мы знаем как это сделать и я люблю футбол я посещаю стадионы и позор для нашего города если у нас нет хорошей команды а ее у нас есть видение как возродить настоящий футбол профессиональный футбол Черноморец чтобы был одним из первых на горизонте футбольной лиги Украины и Европы в целом как еще не так давно было заинтриговали Сергей Васильевич будем ждать обязательно интересных идей спасибо за содержательную беседу как всегда было интересно успехов вам в вашей команде впереди Одесса и Украина ждет в общем-то горячая пора спасибо вам успехов вам оставайтесь на репортере с вами был Виталий Хемий до новых встреч в эфире горячая